Ребята, всем огромный привет, дорогие мои зрители! Свой обзор первый на сегодняшний день я буду делать на видео Эдика Адамяна. Там события разворачиваются очень интересные. Заглянула к Севе, тут что-то матерится, ругается. Меня интересует другое. Наши огородники, плодощеводы, или вернее их потомки. Друзья, сделали вывод и решили, с этой херня, ребята, заниматься огородом, не царское это дело. Давайте поподробнее обсудим все, что вы видели у Эдика на канале. Как обычно, царь собственной персоной съедять хлебают супчик. Ой, який вкусный! Ой, такой вкусный! Кабачок, картошка с морковкой в воде. Ребята, вы вообще пробовали этот вкусный супчик? Кабачок, картошка, морковка, вода. Офигенно вкусный супчик! Я себе так представила, думаю, интересно, кто бы типа мы и у Мэна в семье. И вряд ли бы кто-то решился на такой подвиг из кабачка, морковки, картошки в воде. Ну да ладно, Гуля, ты, по-моему, там офигела совсем. Если твой мужичонка голодный на воду с кабачком, ну я не знаю, чем ты его там кормишь. Приготовь нормальный борщ, приготовь нормальный насыщенный суп. Это очень просто сделать. Ну, Адамя нам не вдомёк, поэтому Эдичка наслаждается водичкой, где плавает морковка с кабачком. Окей, ребята, не в этом дело и не это самое главное, о чём я вам хотела поведать. Выводы были сделаны. Херня цевсётся и огород. Ничего не растёт, девочки, вообще нифига не растёт. Помидоры болеют, он сказал, закрученные все. Огурцы к чёртовой матери надо выкорчевать, всё убрать. Помидоры надо выбросить. И это картошка, боже ж ты мой, как дурят наших Адамян. Никого не дурят, понимаете? Вот никого ровным счётом. Одного пэдичку с гулькой. Не мудрено, девочки? Экшов оно тупе. Экшов оно вообще ни хрена не соображает. Ни в чём не разбирается. Мало того, да ещё и комментарий отключил. Зрители бы подсказали, что к чему. Какую рассаду покупать? Какой сорт нужно садить? Что ты предпочитаешь и что бы ты хотел получить в итоге? Комменты отключены. И... Маймо, тэшо, маймо. Результат налицо. Девочки, картошка, сорокадневка, уже сорок месяцев у Эдички растёт. Это его слова, он говорит. Сорок месяцев картошка растёт и картошки нету. Ой, а Гулька вся в печали. Слово произнести не может, только поддакивает Эдички. Долгое эхо друг друга. Да, Гуля? Ты просто вторишь. Ты ж не человек со своим мнением, со своими какими-то разумными, адекватными рассуждениями. Ты отголосок. Ты просто эхо своего вот этого недоразвитого мужичка. В селе жить? Не пишите мне, что я его оскорбляю. Нет, я его не оскорбляю. Ребята, это жёсткая констатация факта. Родился мужик и вырос в селе. Мамка, агроном, плодавщив, овощевод, кто она там ещё? Мы чего только не слышали. Дети эти росли и должны были впитывать с молоком матери все эти навыки. По крайней мере, эти несчастные, скудные знания, как посадить какую-то огородину, как моя бабушка говорила, огородину, ребята. Как вырастить, как собрать урожай, чтобы у тебя это давало плоды, чтобы ты радовался, чтобы было чем накормить семью. Не-не-не, цены для педиколона, не. Вообще, ребята, это не годится. Нафига эти огороды? Зачем эти огороды? Толку от них никакого нет. Заасфальтировать всё, если... Шо, шо, шо ты скажешь? Всё заасфальтировать? То бишь, огород закатать в асфальт? Он бы так и сделал, девчонки. Только рассуждение его привели к тому, что если заасфальтируют, то никто не купится и дом. Дом без огорода не куплять, огород без дома тоже никому не нужен. Педичка в печали. Педя не знает, как избавиться от огорода. Боже ж ты, мой родной, ничего нету, ребят. Вообще ничего не уродила. И тут на проводе мамка. Телефонный разговор. Пока Гуля варганит... Подождите, как это звучит? Икра из шампиньона. Икра из шампиньона. Надо подумать. Что-то я ни в одной книге по кулинарии такого не читала, не слышала. Но это, я так понимаю, высокая кухня. Я это оставлю, девочки. Это может быть абсолютно отдельной темой для обзора. Не об этом речь, ребята, не об этом. Мамка, знающая, сейчас на проводе. И рассказывает, чешет, педички с Гулькой про Надю. На какой диете будет сидеть Надя? Гуля бедная. Уже заскучала возле этого телефона. И я так видела по ее выражению лица. Она бы ее уже послала, эту мамку куда подальше. Но муж-то у нее педичка. Может и побалденно стучать. Поэтому надо послушной женой быть. Надо сидеть и слушать весь этот словесный понос. И поддакивать, и кивать головой. Мама, рецепт нам. А ну подскажи, мы сейчас закрываем грибы. А ну мама подскажи. Ты же все, мама, знаешь. Как вот делать? А, надо посмотреть. Кто там что знает, ребят? Кто там что знает? Такой же дуб дубом, такой же тупизм. Это мамка, как и педичка. Я сейчас делаю выводы, что в этой семье никто ни хрена вообще ничего не знал, не готовил, не сажал и не делал. Вот то пока бабушка с дедушкой были, насколько я поняла, занимались хозяйством и огородом. Вот то у них и было, ребята. Ни хрена это мамка не делала. У меня в тетрадке рецепт тут записанный. Мама, так нам для шампиньонов. А то, что для других грибов, разве одинаково? Да, да, одинаково, да, одинаково. Гулька начинает спорить. Да все пусть будет так, мы приготовим тот же самый рецепт, для всех грибов одинаково. Педичка уже начинают нервничать. Что ты мне рассказываешь, Педя? И как твое вообще свинячье дело? Чего ты лезешь в бабские дела? Вот этого педиколона, ребят, где не посей, там и вроды. Понимаешь? Где не посей, там и вроды. Это твое дело? Нет. Это женские дела. Приготовить еду какую-то там, рецептики. Девочки любят. Женщины между собой как-то обмениваются, что-то там придумывают, готовят. Ты тут при чем? Чего ты везде, блин, свой пятак суешь? Ребята, ему нужно покомандовать везде. Вот абсолютно, как сказал Этичка, чтобы все выполнили команду. Упал, отжался. Да, Педя? Ай, не имей ты человек, я б тебе, блин, построила. Ты б у меня ходил по стойке смирно, под линеечку. А так повезло тебе в жизни. Малыйся на свою гульку. Малыйся, чтобы она была жива, здорова. Бо любая другая женщина, любая, не только я, тебе таких бы тренделей бы всыпало. Ну, вон, первая жена, куда тебя послала? В лес, бабочек ловить, с очком бегать. Вот, ребята, выводы делаем сами. И тем не менее, огороды. Мамке ж интересно. Шо ж, шо ж, поеде-то оце в Башкирию? А кто ж полывать будет? Сейчас, бабатане, все армяне быстренько по очереди будут прибегать и поливать вашему Эдичке огороды. Конечно, им же заняться нечем. Они всю жизнь только и видели, и мечтали. Розовые сны видели. Как бы пополивать Эдичке огород? Ой, давно уж пропадет все. А шо там, мама, пропадать? Там ничего не растет. Там же нихрена нету. Картошки нету, не выросла, ребята. Педя, надо было есть эти зеленые ягодки на кустах картофельных. Вин все удивлялся. Чего це помидоры на картошке растут? Смотря на вот эти вот ягодки зелененькие, да? Плоды картофельные, которые после цветочков на картофельных кустах висят. Чего це помидоры на картошке? Боже, яке воно дурное. Як сало без хлеба, ребята. Диву даешься мужику за сорокет. Пятый десяток разменял. Ничего не росте, мама. Нифига немае вообще. Помидоры болеют. Болеют помидоры. Ото только сад оставим. Пусть трава растет в саду. Буду ее косить. Больше ничего мы садить не будем. То ли в асфальт закатать. Начал фантазировать Эдик. Да, Айпедя, закатай весь огород в асфальт. А че, дураку-то, че с него спрашивать, кроме анализа? Правильно, чернозем. Давай, желательно слой там так положить сантиметров тридцать. Показать, якой ты мудрый, вумный и богатый. Да, Педичка? Ай, молодец. Ай, молодца. Ребята, мне он начинает нравиться. Я так понимаю, Снежинская безработная останется, пока Педя выступает на ютубе. Мамка в недоумении. Як, сыночек? А у соседей тоже ничёный росте? Там же земля такая хороша. Все роды, говорит мамка. Мамка в недоумении. Ребята, мама охерела просто от высказываний сыночки. А у соседей тоже ничёныма? Я не интересовался. Вот тут я впала. Девочки, впала, аж загула, ногами накрылась. Андрюха аж офонарел. Кстати, эти засранки, как же вас назвать, с придурочных каналов. Андрюха приехал. Я вам пищу даю для рассуждений, для размышлений. Давайте, даю вам заработать. Творюкам мерзким. Вперёд за орденами. У соседей, нерода, тоже ничего. Главное высказывание, которое меня убило на повал. А мы не интересовались. Ну, конечно. Особенно не интересовались, когда 33 видосика ты наштамповал, Пэдечка, с огорода. Сетка, рабица натянута, и всё время фигурирует соседский огород в кадре, где всё рядочками, где всё посапано, чистенько вылизано, где всё в идеальном порядке. Конечно же. Ты же выходишь на огород, ничего не видишь. Что там у соседей растёт? Что в них роды? Да, Пэдечка? Ну, единственное, что ты можешь, так ты лазать до соседей через забор и обносить все деревья с черешней. Правильно? Вот это ты способен. А можно спросить? Я стесняюсь, конечно, очень. Можно спросить? А вы когда вот черешню идёте обносить всю у соседей, уже оборвали, ты под ногами не видишь, что там у них выросло? Помидорчики, огурчики, перчик, картошка. Нет, ты ослеп в это время? Стыдно, да, Пэдя? Стыдно, потому что у всех соседей урожай ого-го! И никто не покупает ничего на рынке. Обманули везде ребята, и с рассадой обманули, херню подсунули, и курей подсунули, обманули. Зелени яйца не несут. Сколько Пэдя денег потратил и на курей, и на корм, что курам надо 50 лет жить, чтобы отбить эти расходы. Во как! Ясно вам? А то вы себе поразводили там натурпродукт на огороде, где своё мясо, за здоровье как бы, за здоровую пищу, Пэдя уже посчитав все до последней копейки. Курам надо 50 лет жить, чтобы не в накладе быть. Девочки, на этом поставлю точку, больше на полчаса могу рассказывать. Ну, видео было зашибись. Тупизна ролит, ребята! До следующих обзоров. Пока!